Музыка Однажды я не вышел и хихикали все эти средства массовой информации вроде такой. Да я еще трех мужиков на плечи посажу и все. Поэтому я пошел. Указом президента Российской Федерации 8 июля прошлого года объявлен годом памяти и славы вознаменование 75-летия Победы. Президентом Российской Федерации, учеными, свидетелями я вам докладываю. Я знал это 60 лет назад, даже больше. Включая документы, инструкции. Я работал с этой категорией лиц. С ССовцами, с бандеровцами, с прибалтийскими братьями. Я работал. И у меня весь был вооруженный комплект. Если рассказать всю правду сейчас, тогда мы поймем, какой совершил наш народ подвиг, мы же еще не полностью его раскрываем. И вот это надо рассказывать всю правду. На стороне фашистов, я просто еще раз хочу сказать, воевало 1 миллион предателей. Чтобы его не нейтрализовать, надо Красной Армии было 2 миллиона иметь еще. И это тоже правда. Есть целое, к сожалению, большинство народов воевали на стороне фашистов. Мужское особенно население. И поэтому они подлежали высылке в другие. В то время суровые законы были, законы войны. И они подлежали высылке в отдаленные районы страны. В Средней Азии, Сибири. Но на Дальний Восток никого почти не ссылали. Я просто хочу вам пример привести. Идет комиссия. Конец 43-го года. Решается вопрос о выселении калмыков. Все мужское население калмыков воевало в составе кавалерийского добровольческого корпуса в составе фашистской армии. Корпус насчитывал около 15 тысяч бойцов. Кавалерии, пехоты, артиллерии. Члены этого корпуса ударили в тыл Красной Армии, когда она истекала кровью под Сталинградом в 1942 году. Потом они уничтожили свыше 200 тысяч советских граждан на территории СССР. Уничтожали в корне партизанское движение в Крыму. Парашютистов вылавливали. Было 50 батальонов крымских татаро-фашистов. Так вот, 43-й год. Конец. Идет комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских войск и их прихвостей на территории СССР. И эта же комиссия занималась выселением всех предателей или их близких родственников за пределы этих национальных территорий. Шла как раз комиссия о выселении калмыков. Это вообще закрытый. Ну, для широкой публикации не надо. Ну, я думаю, скоро и про нее расскажут. На комиссии впервые был Сталин, председатель Государственного комитета обороны. Он тогда такой. Он и министр был обороны, и всего там, народный комиссар всех. И на комиссии стал вопрос. Может, частично калмыков выселить? То есть, не всех, а частично. Когда посмотрели, ни одной нет семьи, где бы у фашистов кто-то не служил карателем. Отец, брат, ну, сын. То есть, в каждой семье. И сказали, что весь народ не может отвечать. Верховный главнокомандующий в то время, любим мы его, не любим, ненавидим. Но он ответил так. Я считаю, надо выселить калмыков до одного. И чем дальше, тем лучше. Если вы хотите сохранить калмыцкий народ, его надо подальше спрятать. Представьте, война через год, может, говорит, или полтора закончится. Она действительно закончилась через год. Полтора, меньше даже. И вернутся, говорит, ростовские мужики, донские казаки с фронта. Жены детей их и дочерей изнасиловали, отрезали им груди и головы, уничтожили 160 тысяч, только в Ростовской области вырезали калмыки. А население калмыки было всего-то 80 тысяч. И вернутся эти герои. И что вы думаете? Да они пыли не оставят от калмыкии. И никакие войска НКВД их не остановят. Кровь людская не водится. За нее отвечает все равно. Не только кавказские народы вместе. Она у всех народов существует. И чтобы их сохранить, их надо спрятать и подальше. В Сибирь или в Среднюю Азию. Их спрятали. Поэтому вот это надо помнить, рассказывать. И я думаю, что каждому из нас воздастся. Мы в лепту свою внесем, в укрепление, в понимание, чтобы наше поколение новое, люди наши понимали совершенно. Это правда. Это никакого... У нас же сейчас все открыто. И поэтому надо рассказывать та правда, которая действительно была. Я доктор Ильич Чехнов, главный научный сотрудник Калмыцкого научного центра Российской Академии Нау. В своем выступлении я хотел бы проанализировать выступление Владимира Николаевича Сыгашева касательно тех утвердений, которые он высказал в адрес калмыцкого народа в период Великой Отечественной войны. Ну и доказать их ложность, доказать их ошибочно. К сожалению, как бы, если разбирать все выступление, это займет очень много времени, поэтому я хотел бы как бы заострить внимание на таких самых острых моментах. Ну, портутирую несколько его высказываний. Вот, допустим, есть такое высказывание, да, тутирую дословно, что Калмыкия, которые служили в неком, якобы, кавалерийском карательном корпусе, уничтожили свыше 200 тысяч советских граждан на территории СССР, и в том числе 160 тысяч на территории Ростовской области. И якобы Сталин говорил, что вот вернутся ростовские мужики, вернутся тамские казаки, узнают, что у них убили 160 тысяч земляков, и пойдут святить калмыкам. Поэтому их надо спрятать и портировать подальше, чтобы спасти калмыцкий народ от местии островчан и домских казаков. Ну, на самом деле, это совершенно полная ложь, она легко опровергается. Дело в том, что в годы войны в Советском Союзе, во всех оккупированных регионах Советского Союза, действовала специальная комиссия по оценке ущерба, нанесенного фашистскими оккупантами. Разумеется, такая же комиссия работала в Ростовской области, и по данным этой комиссии в Ростовской области в Ростовской области было уничтожено фашистскими оккупантами более 46 тысяч человек мирных градов, то есть не военнослужащих. Из этих 46 тысяч мирных градов 40 тысяч – это евреи, которые были казнены специальными зондеркомандами СС в ноябре 41-го года и в августе 42-го года. В ноябре 41-го года это была Петрушинская коса в Рейде-Таганрога, август 42-го года – это Змеевская балка, самое крупное захоронение евреев на территории Российской Федерации, самое крупное кладбище Холокоста, которое сейчас сохранилось в Арктийской Федерации. И в результате вот этих двух варварских актов и некоторых других зондеркоманды СС уничтожили более 40 тысяч евреев на территории Ростовской области. При этом в основном все эти акты совершались самими зондеркомандами СС, но в некоторых случаях им помогала местная вспомогательная полиция, составленная из местных уроженцев. То есть калмыки в данных акциях участия практически не принимали. Первый, конечно, не всем известно, что коллаборационистские подразделения существовали, в том числе практически у всех народов, тем более тех, которые подверглись оккупации. И первый калмыкинский коллаборационистский эскадром был сформирован в сентябре 42-го года, то есть после Змеевской балки, после Петрушинской косы, то есть после того, как немцы уничтожили большую часть жителей Ростовской области, я имею в виду евреев, завершили акты геноцида против евреев. Таким образом, калмыки не могли никак физически просто участвовать в уничтожении жителей Ростовской области, тем более в таких невиданных количествах, как 160 тысяч человек. Поэтому не было никакой необходимости, не было никакой угрозы гнева ростовских мужиков и ростовских казаков, по словам, цитирую Штыгашеву, не было никакой необходимости прятать калмыкин народ от их гнева. То есть вся вот эта конструкция, вся вот это оправдание депортации, это полностью лживые утверждения, которые полностью не соответствуют действительности. Есть также другие утверждения Штыгашева, которые также не соответствуют действительности. Например, он утверждает, что все мужское население калмыков воевало в составе кавалерийского добровольческого корпуса в составе фашистской армии. Корпус насчитывал около 15 тысяч бойцов кавалерии, пехов и артиллерии. Члены этого корпуса ударили в стул Красной Армии, когда она истекала кровью по Сталинградам в 1942 году. Это и ростировал Штыгашеву. Ну, я вам еще раз напомню, что, во-первых, никакого корпуса не существовало. Вот эти калмыцкие эскадроны, которые формировались на территории Калмыкии из местных полицая, из тех, кого немцам удалось уговорить пойти к ним на службу, он был свой... И вот эти эскадроны, они были сведены в так называемый Кальмыкин фэрбант доктора Доула в июне 1943 года на территории правообережной Украины, западной Украины. И их численность составляла примерно 3 тысячи человек. При этом подчеркнув, что большинство членов этого фэрбанта, еще раз подчеркнув, это никакой не корпус, это фэрбант, то есть часть или подразделение, если переводить с немецкой языка, это была молодежь, старики, угнанные фашистами при уходе с территории Калмыкии. То есть те, кого просто советская команда не успела мобилизовать при отступлении с территории Калмыкии, потом их мобилизовали немцы, мобилизовали, угнали немцы и потом уже на территорию Украины принудили подступить на службу, поскольку они оказались в очень такой неудобной ситуации, то есть они не знают ни русского, ни украинского языка, им надо кормить свои семьи, и их фактически принудили к этой службе фашистам. Но еще раз подчеркну, что известен целый ряд случаев, когда эти коллаборационисты переходили на сторону советской власти, целый эскадрон однажды перешел на сторону после партизанной армии Людовой. Поэтому утверждение Штыгасова о том, что они нанесли удар в ствол красной армии под Сталинградом, они полностью не соответствуют действительности. Во-первых, в период Сталинградской битвы никакого коллаборационистского подразделения еще не существовало, во-вторых, он существовал в немецком тылу, а не в советском, поэтому ни в какой-то красной армии никаких ударов наносить не мог просто по определению. Что подтвердало, что калмыкии уничтожали в корне партизанское движение в Крыму, вылавливали там парашютистов. Вообще никаких, никогда ни один эскадрон из этих коллаборационистов никогда не был в Крыму. Наоборот, те калмыкии, которые были в Крыму, это были партизаны Красной армии, такие как Бахан Бальминович Горневиков, или офицеры Красной армии, такие как Матаг Тантьевич Бембайев и так далее. То есть имена защитников Севастополя, имена защитников Керчи, имена крымских партизан очень хорошо известны в Крыму, высоко оцениваются. Но подчеркнув, что все они были, прежде всего, военнослужащими Красной армии и партизанами, советскими партизанами. И утверждение, что когда посмотрели, ни одной нет семьи, где бы у фашистов кто-то не служил карателем, отец, брат, сын, то есть кадрой семье, сейчас снова цитирую Владимира Николаевича Штагашева, это снова ложь, поскольку, сами понимаете, до численности, при численности 130 тысяч населения, учитывая еще к тому же, что большая часть Калмыкии так и не была оккупирована фашистами, соответственно, не могли унать людей с этой территории. Ну, это полностью противоречит утверждениям Штагашева. При этом подчеркну, что в период Великой Отечественной войны на фронтах составе Красной армии сражалось более 25 тысяч калмыков, то есть почти кадрой пятой. И хочу подчеркнуть, что в составе Красной армии, еще раз подчеркну, почти кадрой пятой из всей численности калмыков служили в составе Красной армии. То есть на самом деле, это в Красной армии кадрой семьи, отец, брат или сын служил в Красной армии. И... На самом деле, вот этот процент мобилизации, он очень высокий. Если мы посмотрим, допустим, другие национальные, то мы там будем видеть одну шестую часть населения, одну седьмую, 1-6 это на самом деле, это очень высокий процент мобилизации. То есть понятно, что половина это женщины, 3-е это дети, которые не подлежат мобилизации, 3-е это старики, которые также не подлежат мобилизации. Поэтому 1-6 мобилизованных Для каждого народа это очень высокий процент мобилизации. У калмыков дело дошло до того, что у них была обязана пятая. Пожорники, я повторяю, все, кто запрещает этот мининг, кто мешает Маднаде Хальмготте на Аранирят, и вриан, дотар, дотар, босолсун, люган кельха, это Маднаде запрещать кизина. Поэтому я к ним так же отношусь. Они для меня не калмыки вообще, никто. Поэтому я открываю этот митинг и считаю, что те, кто сюда пришел, вот это настоящие калмыки, которые не боятся этой гнилой власти, презирают этих людей, которые сидят в Белом доме. Вместо того, чтобы возбудить уголовное дело против подвеса, оглеветавшего весь наш народ, они разгоняют нас. Понимаете? Я начинаю митинг. А его не то, чтобы из партии исключить, его нужно просто посадить. Вот вместо того, чтобы нас арестовывать, поехали бы в Москву, туда, в Акасию, арестовали бы его за кневетом. Мендес, у вас золотая, Хальмагод. Еще утром, сегодня я был в Дагестане, все бросил, торопился, боялся не успеть на этот митинг, боялся, что если я опоздаю на этот митинг, я предал своих родителей, я предал своих двух дядек, которые погибли, один под Ханкинголом, другой под Ростовом. Я боялся, что не успеем на этот митинг и предам двух своих гагашек, которые навечно остались в Сибири. Одна в 11-летнем возрасте умерла от голода, вторая в 16-летнем возрасте погибла на лесоповале. Разве они не хотели жить? Разве они не хотели любить, создавать семьи? Хотели, и их убило наше государство. Сегодня я хочу вспомнить своего дядю по отцу Намилова Харгата Лиджиевича. Это он в 43-м году дал бой в Штыгатовщине. В ответ на оскорбение в адрес калмыцкого народа избил командира роты, за что попал в штрафной батальон. Несмотря ни на что, Наминов дошел до Одера. За мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды двумя медалями за отвагу и за боевые заслуги. С войны мой дядя пришел с двумя. Я повторяю с двумя именными наградными пистолетами ТТ и Вальтер. В далеком 43-м году мой дядя встал против штыгашизма, этого фашизма, который сегодня разрастается. Смотрите, сегодня, когда наш калмыцкий народ оскорблен, эта власть трусливо поджав хвост, спряталась. О каких моральных и нравственных принципах может она говорить? Чему она может научить наших детей? Поэтому сегодня мы должны все сказать, нет такому позорному явлению, как штыгашизм. Это тоже фашизм. Спасибо, что я успел на этот митинг. Спасибо, что я не забыл памяти своих дядей, Гагашек, своего родного дядю. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Мы, Калмыкия, пострадали в гражданскую войну. Мы пострадали, депортации пострадали. Теперь что, нас надо унижать? Давайте тогда вагоны подгоняйте, усиляйте нас в Сибирь. Что за власть такая сейчас? И вот это наша власть, я хочу сказать, находящаяся здесь. Хастиков и все прочее подобное. Это не власть. Это твари натуральные, я вам хочу сказать. Твари. Это предатели. Даже митинг свободным людям, которые высказать свои претензии, сказать. И то запрещать. Вот, пожалуйста, подполковник стоит. Это хальмук беше. Да. По моему великому сожалению, не пришел сюда ни один представитель власти. Я специально обошла все, весь этот пятачок. И никто, никто не пришел. Конечно, эта тема очень-очень тонкая и очень скользкая. И здесь могут обвинить, что кто-то пришел пиариться, да, как говорят сейчас. Но смолчать, я думаю, молодежь нашей Калмыкии, которая и здесь находится, и за пределами, позволит мне выступить от имени молодого, но я думаю, среднего поколения. Мои родители тоже были в Сибири. Две сестры моей мамы, к сожалению, уже никогда сюда не вернутся. И могли ли они себе представить, что сегодня, в 21 веке, мы соберемся здесь для того, чтобы выразить боль всех калмыков. И не только. Давайте вспомним, что и русские некоторые следовали за калмыками. Не будем этого забывать. И будем здесь, сегодня, в мирное время, погоняемы нашей властью и правоохранительными органами, которые никак не успокоятся и не дадут высказаться своим соотечественникам. Я думаю, что на эту проблему, проблему штыгашизма, нужно смотреть более глубоко. Я очень много думала, и я никак не могу понять, с чего это штыгашему вдруг понадобилось говорить о калмыкии. С чего? И я думаю, что это не только его желание, или, может быть, это не связано не только с его возрастом, или, может быть, с его каким-то сумасшествием, о котором говорят. Наверное, кому-то это очень сильно понадобилось. Наверное, кому-то, может быть, нужно посеять разбор в калмыкии. А может быть, кто-то эту многоходовку выдумал для каких-то, к сожалению, неизвестных нам действий. Дорогие друзья, я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства. Вчера я встречался с депутатами Верховного Совета, и мы обсуждали, как лучше подготовиться и встретить День Победы, 75-ю годовщину советского народа в Великой Отечественной войне. Мы обсуждали вопрос, какие встречи провести, какие провести выставки, другие мероприятия. И, естественно, я никого не уполномачивал в искаженном виде транслировать в средствах массовой информации мои высказывания, взятые из контекста, сделанные во время беседы с депутатами. Тем более делать выводы, которые мне чужды, которые могут хоть как-то оскорбить другие братские мне народы. Нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа. Это трагедия. Война – это самая страшная беда, которая выпала на долю всего человечества, и особенно советских людей. Война стала настоящей трагедией для многих народов. И я знаю это не с чьих-то слов, а потому что являюсь лично тому свидетелем. После войны я рос и воспитывался в детдоме, в большой многонациональной семье с представителями самых разных народов. И с тех пор они всем не стали навек братьями. И немцы, и литовцы, и калмыки, русские, и много кто еще. Неважно, все братья. Нас учили лучшие профессора, которые в Сибири оказались сильными из Калмыкии. И это была еще одна горькая сторона той страшной войны. К сожалению, было ведь разное. В результате чего страдали целые народы, для которых это стало еще одной огромной бедой. И в этом заключается трагизм. И от этого еще выше великий подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, в Великой Победе. Потому что, несмотря на выпавшие его испытания, война всех нас сплотила. И наш многонациональный народ все вместе боролись с врагом, а после победы поднимали страну из руин. Важно об этом помнить всегда и передать эту память последующим поколениям. Именно об этом считал важным сказать своим коллегам-депутатам. И хотелось бы пожелать братскому калмыцкому народу процветания, успехов в науке, в образовании, в экономике. Я знаю, у меня много, очень много замечательных знакомых, друзей в Калмыкии. Я всех помню, с кем жил в детдоме. Володя Бембеев, Эрднеу Лемжиев и многие другие, которые разделяли со мной тягость этой сибирской трудной жизни. Я бы хотел сегодня еще раз передать самый низкий поклон Кирсану Лемжинову, с которым мы ходили в 1993 году в Москве, чтобы остановить братоубийственную войну в трагические октябрьские дни 1993 года в Москве. И я сегодня, и вся моя семья благодарна, что калмыцкие офицеры спасли нас от расправы в те трудные времена. Это мы тоже помним и знаем. И поэтому я бы еще раз хотел пожелать искренне всяческих успехов братскому калмыцкому народу. И дай Бог, чтобы у нас не было повторения каких-либо подобных трагедий, которые мы все испытали. Сергей Павлович Королев и другие светлые умы. Ладно, для того времени это было как бы характерно. Но когда в наше время, когда в 21 веке находятся люди, которые продолжают эти же идеи развивать дальше, оправдывают вот этого тирана и палача, это вообще не поддается никакой логике. Это вообще непонятно. Что за человек? Почему он? Ведь Штыгашев Владимир Николаевич, он же не юнец, который наслушался зомбоящика и что-то передает, транслирует. Он же прожил жизнь большую. Он же имеет колоссальный политический, человеческий, профессиональный опыт. Он же говорит в своих словах, слова благодарности в своем вот этом высказании. В адрес калмыков, докторов, кандидатов наук, которые учили его уму, разуму. Он говорит слова благодарности тем ребятам, калмыкам, которые с ним в детском доме вместе были. И я вот все время думал, почему этот человек совершил такую дикость. Он же не маразматик старый. По его речи вроде адекватно мыслящий человек. И я пришел к такому пониманию, что у него была глубокая моральная травма, психологическая, которая нанесла ему жизнь в лихие 90-е годы. Когда он был вынужден предать идеалы своей жизни, идеалы молодости, самые светлые идеалы. Он же был коммунистом, причем был не рядовым коммунистом, а руководителем коммунистическим в регионе. И он, понимая, что «Титаник» пошел на дно, он переметнулся, кто первый покидает корабль, мы же знаем, как их называть. Переметнулся, значит, в более благоприятное, благополучное место. Нашел себе теплое место под солнцем. И, видимо, несмотря на его внешнее благополучие, он внутри несет очень большую травму надлом. И совершил предательство по отношению к своей партии. Конечно же, он легко разбрасывается с такими обвинениями, называя предателями целой народы. Речь не идет не только о калмыцком народе, речь идет о многих народах депортированных, репрессивных в России. И вот этот человек, конечно же, я думаю, он это сделал целенаправленно, не спонтанно. Видимо, для меня, я так считаю, это лично мое мнение, что он выполнял волю, чью-то злую волю. И, услуживаясь перед тем, кто эту волю в себе несет злую, он вынужден был, волей или неволей, сказать такие чудовищные слова. Полностью лживые, насквозь лживые слова, которые опровергает наш ученый уже человек и ученое сообщество Калмыкии. Если он не прав, наш доктор исторических наук, если наша наука не права, если мы говорим неправильные слова, пусть он на нас подаст в суд. Пусть отстоит свою честь и достоинство, вот я называю Штыгашева Владимира Николаевича, лжественный подлец, негодяй. Если он не согласен с моими словами, клеветник, если он не согласен с моими словами, пусть он подает на меня в суд. И в суде мы будем доказывать друг другу, кто прав, кто нет. Значит, я предлагаю в проект «Полезки дня» внести следующий вопрос. О поддержке обращения депутата Верховного Совета Республики Хакасия. Вот это обращение. Прошу меня не прерывать. Вы любите. Ну, только в рамках 5 минут. В рамках 5 минут. Все, не прерывайте. 5 минут пошло. 28 декабря – одна из самых трагичных дат в истории нашей республики. Это день памяти жертв депортации калмыцкого народа. Памятная дата была установлена 12 октября 2004 года на Родном Хуралном Республике Калмыкия. Именно 28 декабря 2013 года вышло постановление Совета Народного Комиссара СССР о ликвидации калмыков, проживающих в Калмыцкой СССР. И началась операция у Лусы, во время которой калмыков массово депортировали в Сибирь. Накануне 27 декабря вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации калмыцкой СССР и обрадовании Астраханской области со сталью СССР. Согласно последним исследованиям, следствием депортации стала гибель почти половины калмыцкого народа. В 1991 году был принят закон на СССР о ликвидации репрессированных народов, в котором говорилось, что политика, произволы и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне, по отношению к этим народам являлась противоправной, оскорбляла достоинства не только репрессированных, но и всех других народных стран. 29 января 2020 года спикер Верховного Совета Республики Харкайска Владимир Штыгашев в своем выступлении на республиканской сессии публично оскорбил и оплеветал весь калмыцкий народ, заявив, что не было ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь у фашистов не служил к Радио, фактически записал всех калмыков предателей и оправдал депортацию калмыцкого народа в 43-44 годах. Отдельные факты предательства были у всех народов. На фронтах Великой Отечественной войны воевало, по данным профессора Максимова, более 21 тысяч калмыков. Несколько сот человек участвовали в партизанском движении. Больше 9 тысяч калмыков погибли. Около 4 тысяч награждены орденами и медалями. Среди них 10 человек были удостойны звания Героя Советского Союза. Их было бы больше. Но в связи с депортацией фронтовиков калмыков начали отзывать в команду в январе-марте 44-го года и отправлять как предателей в Широк Лаг. Широковский исправительно-трудовой лагерь МКВД СССР. Это для тех, кто не знает. Где фронтовики, воевавшие с фашистами, жили и работали в тех же условиях, что и военнопленные немцы из Минники Родины. Среди фронтовиков калмыков заключенных Шивок Лагер было 446 сержантов и солдат, награжденных орденами и медалями. В том числе орденом Ленина 1, Красного Знамени 3, Отечественной войны 2-й и 3-й степени 8, Славы 3-й степени 17, Красной Безды 47, медалями за отвагу 141, за боевые заслуги 93 и так далее. Все приведенные факты говорят о том, что воины калмыки героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны и партизанских отрядов. Уже доказано, что в отношении калмыков арт-геноцида был одним из самых жестоких в СССР. Верховный Совет СССР в своей декларации 1989 года признал варварством сталинского режима депортацию народа. В статье 4 законного СССР о реабилитации репрессированных народов говорится, что лица, которые объектируют в пользу оправдания сталинских репрессий, должны подвергаться ответственности в соответствии с установленным порядком. Оправдание геноцида целого народа является таким же преступлением, как и сам геноцид. До сих пор Владимир Штыгашев не понес должного наказания за свое заявление. Более того, как следует из передачи федерального телеканала «Россия-24» руководством региона принято решение его премировать повышением годовой зарплаты на более чем миллион рублей. Заявление, сделанное Владимиром Штыгашевым, несовместимо с занимаемой должностью председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Мы, депутаты Народного фурала, парламента Республики Халмыкия, 6-го созыва, предлагаем депутатам Верховного Совета Республики Хакасия рассмотреть вопрос о соответствии председателя Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашева с занимаемой должности. Считаем, что Владимир Штыгашев должен понести соответствующее наказание и сложить в себя полномочия председателя Верховного Совета Республики Хакасия. Вношу это предложение к повестку дня. Уважаемые коллеги, действительно справка исторически очень серьезная, действительно геноцид, действительно осуждение на всех государственных уровнях. И мы с вами свидетели этого. Значит мы с вами расследования по Штыгашеву лично не проводили. Мы посреагировали в части отправки тех документов, которые мы получили с митингом, с партии, ну и так далее. Поэтому Штыгашев находится в Хакасии, а мы в листе. Поэтому, уважаемые коллеги, заниматься Штыгашевой есть. Еще раз, предлагаю в листе в повестку дня рассмотрения этого возраста. И все. Ваши комментарии здесь в принципе не нужны. Спасибо. Тем более к вам это не относится. Это относится прежде всего к представителям титульной нации. Значит, уважаемый коллеги, Наталья Сергеевна предлагает внести соответствующую повестку дня по привлечению к ответственности Штыгашеву, который находится в Хакасии. Значит, прошу определиться... Подождите, давайте этот вопрос обсудим. Анатолий Сергеевич, нет, я хочу дать комментарий, да, и к вашим словам. Что значит Штыгашев находится как в Хакасии, а мы в Калмыкии, да? Это что за такое утверждение? Глупейшее, да? И безосновательное, и незаконное. Потому что по закону он гражданин Российской Федерации. Где бы он ни находился, он должен отвечать за свои слова. Поэтому Наталья Сергеевна абсолютно правильно настаивает на том, чтобы мы, депутаты народного хурала, выразили народное мнение, весь народ так думали, народное мнение, укрепили его своим решением, и сегодня рассмотрели этот вопрос и проголосовали за. Потому что по-другому нельзя. Терпеть оскорбительные слова какого-то ублюдка мы не хотим. Но оскорблять нельзя. Он оскорбил весь народ. Пусть отвечает. Поэтому. И причем без никаких оснований на это. Спасибо. Вот то, что Наталья Сергеевна сказала о калмыцком народе, все это есть правда. Аштыгашев это вот действительно ублюдок, который спрятался за своей должностью и произносит вот там, находясь в Хакасии, какие-то слова. В адрес оскорбляя весь народ. Я вас предупреждаю о неоскорблении. Поэтому я считаю, надо этот вопрос включить в повестку дня и проголосовать все здесь присутствующие, во всяком случае, калмыки должны за. Значит, вы на чувство национальное не давите здесь. Почему? Значит, вы внесите предложение? Ставлю на голосование. Кто за предложением Натальи Сергеевны? Прошу проголосовать. Да, 23. Значит, мы вносим повестку дня. Да. Так же, как вот Паштыгашев настаивали, вы русский человек, который прожил в Калмыкии и прошел все лучшие, высшие должности здесь в республике. Вы должны нас, наоборот, поднимать на вопрос по Паштыгашеву. А вы обговариваете за депутатом и голосуете сами против. Я. Вас это не красит. Вы позорно выглядите. Вы меня не... Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. Вы готовы вас приглашать в коллеги из Калмыкии? Турникет на входе, гости из Калмыкии прошли легко. Здание правительства и парламента – объект режимный. Но если тебя приглашает местный депутат, то идти можешь. Провели Калмыков и либерал-демократы. Мы можем прийти. Но у нас нет разрешения председателя. К сожалению. У нас вот здесь видео, и там... Хорошо. Пожалуйста. В зал заседания делегация не попала, но не ушла. Позже стало понятно, почему. Внутри хакасского парламента у них тоже были союзники. Просим дать слово депутатам народного хурала Республики Калмыкия Манджиковой Наталье Сергеевне, Кусьмикову Арсену Борисовичу и доктору исторических наук Калмыцкого научного центра РАН Ачирову Куташу Борисовичу. Владимир Штыгашев объявил голосование, и хакасские депутаты отказали калмыцким коллегам в выступлении. Напомним, делегация прилетела доказать, что Владимир Штыгашев был неправ. Год назад наш депутат сказал, что нет ни одной калмыцкой семьи, где кто-нибудь не воевал бы на стороне фашистов. Якобы за это их и расселил Сталин по Союзу. К слову, Владимир Штыгашев уже извинился. Причем дважды, но этого оказалось мало. Конечно, депутаты Народного хурала на этом не остановятся. Мы оставляем за собой право обратиться в компетентные органы. Я считаю, что своим высказыванием Владимир Штыгашев нарушил статью Конституции Российской Федерации, статью 4 Закона Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов. После неудачной попытки попасть на сессию, депутаты Народного хурала посетят Копьево. Там было бывшее поселение репрессированных калмыков. Обращение, которое отправляли депутаты Народного хурала 25 декабря 2020 года. Уважаемые депутаты Верховного совета Республики Хакасия, 28 декабря одна из самых трагичных дат в истории нашей республики. Это день памяти жертв депортации калмыцкого народа. Памятная дата была установлена 12 декабря 2004 года Народным хуралом, парламентом Республики Калмыкия. Именно 28 декабря 1943 года вышло постановление Совета Народных комиссаров СССР о выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР, и началась операция УЛУС, во время которой 28-29 декабря 1943 года калмыков массово депортировали в Сибирь. Накануне, 27 декабря, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР. Согласно последним исследованиям, следствием депортации стала гибель почти половины калмыцкого народа. В 1991 году был принят закон в СССР от 26 апреля 1991 года под номер 1107-1 о реабилитации репрессированных народов, в котором говорилось, что политика произвола и беззаконие, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению к этим народам, являлась противоправной, оскорбляла достоинства не только репрессированных, но и всех других народов страны. 29 января 2020 года спикер Верховного Совета Республики Хакасии Владимир Штыгашев в своем выступлении на республиканской сессии публично оскорбил и оклеветал весь калмыцкий народ, заявив, что не было ни одной калмыцкой семьи, которой кто-нибудь у фашистов не служил карателем, фактически записал всех калмыков предателем и оправдал депортацию калмыков в 1943-1944 годах. Отдельные факты предательства были у всех народов. На фронтах Великой Отечественной войны воевала, по данным профессора К.Н. Максимова, более 21 тысячи калмыков. Несколько сот человек участвовали и в партизанском движении. Больше 9 тысяч калмыков погибли. Около 4 тысяч награждены орденами и медалями. Среди них 10 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Их было бы больше, но в связи с депортацией фронтовиков калмыков, начали отзывать с фронтов в январе-марте 1944 года и отправлять как предателей в Широклак, в Широковский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР, где фронтовики, воевавшие с фашистами, жили и работали в тех же условиях, что и военнопленные немцы, изменники родины. Среди воронтовиков калмыков, заключенных Широклака, были 446 сержантов и солдат, награжденных орденами и медалями. В том числе орденом Ледина 1, Красного Знамени 3, Отечественной войны 2 и 3 степени 8, Славы 3 степени 17, Красной Звезды 47, медалями за отвагу 141, за боевые заслуги 93, за оборону Сталинграда 105, за оборону Ленинграда 34, за оборону Кавказа 10. Все приведенные факты говорят о том, что воины калмыки героически сражали на фронтах Великой Отечественной войны и партизанских отрядов. Уже доказано, что в отношении калмыков акт геноцида был одним из самых жестоких в СССР. Верховный Совет СССР в своей декларации 1989 года признал варвасом сталинского режима депортацию народа. В статье 4 закона РСФСР от 26 апреля 1991 года о реабилитации репрессированных народов говорится, что лица, которые агитируют в пользу оправдания сталинских репрессий, должны подвергаться ответственности в соответствии с установленным порядком. Оправдание геноцида целого народа является таким же преступлением, как и сам геноцид. До сих пор Владимир Штыгаш не понес должного наказания за свое заявление. Более того, как следует из передачи Федерального канала «Россия-24», руководством региона принято решение его примировать повышенной годовой зарплатой на более чем 1 миллион рублей. Заявление, сделанное Владимиром Штыгашем, несовестимо с занимаемой им должности председателя Верховного Совета Республики Хакаси. Мы, депутаты народного хурала парламента Республики Калмыкия 6-го созыва, предлагаем депутатам Верховного Совета Республики Хакаси рассмотреть вопрос о соответствии председателя Верховного Совета Республики Хакаси Владимира Николаевича Штыгашева с занимаемой им должности. Считаем, что Владимир Штыгашев должен понести соответствующее наказание и сложить с себя полномочия председателя Верховного Совета Республики Хакаси. Ну и от себя хотелось бы вот о завершении сказать, да я как мужчина, как сын калмыцкого народа, призываю вас, Владимир Николаевич Штыгашев, публично, также с трибуны Верховного Совета Хакаси признать свою чудовищную ложь в отношении моего героического народа и опровергнуть все сказанные вами слова. Также я призываю вас, Владимир Николаевич, чтобы вы самостоятельно покинули пост председателя Верховного Совета, не возлагали данную ответственность, не разделяли данную ответственность с депутатами Верховного Совета Хакаси. А иначе, сколько еще глупой лжи вы сможете наговорить с данной трибуны преступной лжи. И далее потом не иметь за это никакого ответа. У вас нашлось наглости и глупости публично оболгать мой героический народ. Так найдите же в себе чуточку смелости и мудрости признать эту чудовищную ложь. Все. Жаль, что сегодня я просто хочу продолжить, жаль, что сегодня принято решение не разрешить депутатам Народного Хурала Республики Калмыкия выступить на 24-й сессии Верховного Совета Республики Хакаси. Этим решением я считаю, господин Штыгашев сделал большой шаг в своей отставке. Она произойдет. Сегодня депутаты Народного Хурала заявляют, что они оставляют за собой право в дальнейшем обратиться в компетентные органы. Господин Штыгашев нарушил несколько федеральных законов, поэтому он должен отвечать по закону. Любой человек, а не только должностное лицо, которое позволило себе публично с трибуны законодательного органа субъекта Российской Федерации оскорбить и оклеветать целый народ должен понести наказание. Можно я тоже допомню, два слова скажу. Мы приехали сюда издалека не для того, чтобы оправдываться, а мы приехали донести мнение всего калмыцкого народа, всех жителей республики твердую позицию несогласия с этой чудовищной ложью и мы требуем отставки председателя Верховного Совета Республики Калмыкия, то есть Республики Хакасия, Штыгашева Владимировича и его уголовной ответственности. Мы прекрасно знали и я знал, что, конечно же, человек, который говорит ложь, он трус. И он как трус поступит и в дальнейшем. И то, что сегодня наших депутатов, наши делегации не пустили на сессию, на открытый честный разговор как раз-таки говорит о том, что люди знают, что они неправы, они знают, что они лгут. И это как раз-таки красноречивое доказательство их неправоты. Они струсили, они сами признали в своих чудовищной лжи.